Так Вот посмотрите на вот это вот толкование Нового Завета Полное толкование вместе с откровением За 2000 лет впервые вышло Этого нигде нет ни в Западном, ни в Восточном Полное толкование святых отцов Блаженного Февелакта и всех святых отцов выбраны здесь Самое основное? Три тома Это подарок Лукашенко подарили, Медведеву, Путина и в виде людей в библиотеке Видите они какие подарочные И вот когда нас не пропускали в таможне-то, я везде дарил, это 75 евро То есть как будто дверь ударил, дверь открыли, опять пропустили Украина больше всего получила от нас на таможне уже три раза Значит больше нуждается Ну да Вот Вот три Теперь смотрите, я сейчас покажу И здесь же 297 комментариев Здесь 240 иллюстраций, лучший иллюстратор библии Это мы раскрасим Несколько человек раскрашивали более года Это наш Больше нигде в мире этого тоже не было Это лучший иллюстратор библии Это мы издали тогда с полной листом на веловой бумаге Ситуалисты знают, что это такое Всех нигде в шипах Больше Закладка Видите, как это мне позволило сделать Это полное толкование Вот оно как написано, считаем Новый Завет с толкованием блаженного феофилакта архиепископа Болгарского В трех томах с добавлением комментариев Словам блаженного феофилакта Касающихся проповеди Слова Божия Там, где говорится, что нужно Слово Божие проповедствует Я выделю Крутую верстку и верстку Какие картинки Какое украшение И эти слова, которые блаженный феофилакт говорит Я их выделяю А потом даю комментарии Ничего не добавляю Он сказал Нужно проповедовать сейчас Я тогда добавляю, что Ян Крыштадтский сказал Игнатий Андреевич Анинов Расширяю его слова Вот тут написано в комментариях А основное все его Вот Игнатий Андреевич Его заповеди заканчивается и показано А еще ключик от самим книгам Она начинается с моей биографии Это два священника обо мне пишут Вот я сейчас покажу один из снимок Он просто уникальный Вот я иду арестован Видите Отбирали фотоаппараты Засвечивали Когда меня судили Вот я иду, видите Вот спускаюсь А это цветы летят Я шел по ковру из цветов Когда судили В 86 году последний раз суд был Вот это цветы Вот это цветы Это сверху, да? А? Вот это цветы Это цветы летят А то там народ не будет, да? Вот там они Выводят меня, а там народ У меня судили Это не милиция, а военная Все время 12 охранников А народ сбившись Они так через народ меня протягивали Они ничего не могли сделать Привели юридический факультет А они студенты А они говорят Как его не осудить У них ничего нет Меня судили за книги Я насчитал на пленке Златоуста 12 томов Этого нигде не было Но у меня Жития святых Дошел до 20 века Я стал начитывать Как расстреливали коммунисты Как патриарха Тихона они мучили Это 20 век А коммунисты это уже не потерпели Кроме того Здесь у меня Моих стихотворений 3467 стихов Каждое стихотворение Девять куплетов Это не просто Сейчас я покажу Минучку Посмотрите Вот кто никогда не видел Он не знает Но люди удивляются Вот посмотрите Вот я пишу стихотворение Девять куплетов Напротив каждой строчки Это 36 строчек Я показываю В Библии Глава стих Откуда взята эта мысль Посмотрите как она красиво выглядит И чтобы просчитать Эти места открывать Требуется одно стихотворение Пол часа считать Такого никогда не было Почему люди писания не знают То это не то что я там умный Глупый Я просто передаю слова Которые Бог хочет нам сказать Это из священного писания И тут все время Так называемая экстраполяция событий Из ветхого завета я переношу в новый И третий переход прямо конкретно к тебе Ты считаешь и сам себя видишь в этом Нет темы которые не захватывали бы стихи 3467 Люди не знают А много это или мало Это вместе Пушкин, Лермонтов, Некрас, там блок Так еще поменьше у них получается Они не знали о чем писать Шуршало платье Татьяны Лариной Там собирают что попало Здесь каждое слово из священного писания И как его применить на сегодняшний день И вдруг я сказал Писать стихи не буду Отрезво больше не до стихотворения А эту как достать А эту как достать А вот они все Я даю сейчас Подпишут Так принеси мой этот Коричневый Подписатель Вот спрашивают иногда Кто облагословил Вот люди спрашивают Я сейчас батюшке дам Прочитаю Прочитайте Вот Верхний Облагословение превращаем на Евтихия Епископа Исимско Исибирско Облагословение превращаем на Евтихия Священного Максима Иископа Барнорунского И Алтайского Вот допустим А что это Это Симфония на житие святых Примерно пять лет я ее подготовил И ее у меня запросили в Москве В восьмой том Настольный Эквилит священнослужителя Но она была не готова И там Иннокений Просвилин был Архимандрит Они подержали Подержали И ее вернули мне назад Там она обрезка была Вот допустим Примерно сказать Был такой святой И он стоял И Против сатаны Воевал А сатана его Камнем ударил Интересно А где это написано Ты вспомни слово Камень По алфавиту Находим К Впереди Камень И дальше так Где слово камень Встречается в житиях святых Ты нашел Допустим забыл Камень Но я знаю что я что-то ударил А ударил По слову удар И нашел опять Или Вода Я помню Младенец стоял в воде Где Ну вода Или купель И по нему теперь И написано По старому стилю Какое месяц Какого числа И все святые Ты его сразу нашел Поисковик И для проповедника Кто любит жития святых Это неоценимое Ну не знаю Как обычно говорят Один советский товарищ Но это не доказательство Ты покажи кто О Вот смотрите Это вот Павка я веду Вот Украина Николаевская область Доманевка Доманевка Вот она печать Видите Доманевки Сегодня сдали Посмотрите Дальше Украина Это Одесса Дальше Вот Дальше Украина Николаев Сегодня Она поставила Поставьте другую печать Украина Харьков Это мы проехали где Национальные библиотеки Украина Киев Это центральные библиотеки Вашей державы Украина Киев Нам зачем это нужно было Вот я все отдаю Вот каждый экземпляр Вот это 750 евро Умножка на одну Украину сколько А Саша помогал Когда мы ехали Нам за границу только требовалось Чтобы проехать Одиннадцать тысяч евро А у нас еще нет Перед отправкой Все Бог дал И в стране требовалось Двести двадцать тысяч На голючее Уже последний день Уже ничего Два дня ему осталось 150 тысяч не хватает И вдруг В интернет один заходит И говорит Вам деньги нужны 150 тысяч Я говорю Как раз и нужно А верно В Калининграде Звать Димитрий Нам высылают Я иду и думаю Тысячные Это так крупно Много Хорошо бы по пять тысяч А всем дают по тысяч Я прихожу А по пять тысяч не дает Понимаете Это ответ Это мелочное такое На это живое Вот эту первую книгу Я скажу сейчас Где она у меня И стихи здесь есть Трудно было издать У меня денег совсем не было Вот она лежит Вот А эта книга Девяносто примерно Моих стихов Положено на музыку Их поют Видите Книга Который снимал Он вышел Он как раз это и слагает Заболела одна сестра Она упала Руку сломала И у нее В руки рак начался Она хорошая Хорошая Уже исповедовалась Причастилась Я пришел к ней Говорю Надежда Павловна Как только Отойдешь Господу поклонишься К Богородице сходишь Поклонишься Ты не колучи Дотворца найди Он любит Бедным золотишко Пусть он мне маленько подносит Нет Книжку Да не на что выкупить Последний раз я посетил Ей 4 дня уже до осталось жить Мой брат ее соборовал Я говорю Ты помнил? Помню Говорить не могла Вот она умерла Все молимся Но в покое души 39 дней 40 дней И с утра мне звонят Ну что? Да ничего нет Опять Ответ какой-нибудь есть Да нет ответа никакого Ну как же так Вдруг в обед приходит человек И заходит Так вы говорили Вам деньги нужны? А у него саквояжик маленький Такой Я вам дам деньги Но одно условие осталось Чтобы ни один человек не знал Что я был коммерсантом Вытаскивает мне ровно ту сумму Какую надо Я со всех ног Типографию И впервые Свою книгу Я в руках у нее держу И в газетах напечатали Помощь с того света Понимаете? Вот православная та вера какая Сансковой день Ни раньше Ни позже А мы знали что она Просто праведная Вышли Она так для Бога трудилась Она у меня была У меня два домика То есть когда я осужден был У меня все изъяли А потом пришло время Меня реабилитировали У меня на это документы Я сейчас вам покажу документ Мы вам верим Нет нет Некоторые даже в глаза не видели такого документа Одно дело верить А другое дело в руках подержать Это свидетельство реабилитировано Посмотрите кто желает Почти Почти Считайте слухо Оно с такого зрения Почти зрения Почти Давай я расслаблюсь Предъявитель настоящего свидетельства имеет право на льготы, установленные в ст. 16 Закон о революциализации жертв политических репрессий. То есть я жертва политической репрессии, у меня 26 лет только психиатрия вышла. Нигде не выживали, через срок увольняют. 26 лет дал в бедерации. Как же вы в таких условиях доживали, как вы в таких террориях выживали? Я иду в храм, у меня с тобой всегда сумочка, сухарики, одежда. Я день и ночь ожидал это. И когда приходили, для меня это не было неожиданности. Я насчитывал, один батюшка все время, наконец арестовали, он говорит, первую ночь спокойно заснул. Ну каждый день, каждый день. Я в храм прихожу, и они там, они везде. Вот выйдут, две машины стоят напротив. А от меня кто уезжает, обыск у всех дорогой будет. Потому что недавно в газете, не газета, журнал «Новый мир» в России есть такой, и напечатали 30 лет со дня опубликования первого глава архипелага ГУЛАГ. И опровержение прямо на следующий день, это неправильно. Ровно на 10 лет православный проповедник изборол Игнатий Лапки наполнил страду архипелагом ГУЛАГ на 10 лет раньше. Я насчитал на пленку одиннадцатых кассет, и все это распространили. Сотни, а может там тысячи инвентаров шли. У меня в той студии было 15 современных магитофонов, «Маяк-201». Они на скорости 17 гонят, а слышат на четыре и семи две дорожки в одном направлении. Только шорох стоял. А когда все изъяли, а потом я реабилитирую, я начал судиться с ними. Они изъяли. Одиннадцать лет шел суд, и я его выиграл. Они должны были мне 11 миллиардов. Но заплатили-то меньше, и поэтому и это меньше тоже не могут заплатить. Но опять же Бог дал хороший пристав. И она объявила, а отвечает КГБ в стороне, а отвечает городская администрация Барнову. Она говорит, ни один учитель. Никто не получит деньги, пока сладкими не рассчитаетесь. Я к ним пришел. Они говорят, ну стали разговаривать, я говорю, нам нужна недвижимость. Мы в больнице, я начальник детского лагеря, негде хранить. Они мне дают, давай предлагать два варианта. Один напротив суда, где меня судили, а другой домик напротив тюрьмы, где я сидел. Я говорю, суд еще неопределен, а тюрьма уже нет, потому что я здесь. Ну и тринадцать соток и два жены. Двести двадцать шесть квадратных метров. Нам вот так хватает. И все это, вот в этой книге, вот это все описано. Абсолютно все. Фотография, как мэр города приехал, дает. Вот это моя мама. Это моя будущая хозяйка. Это я когда вернулся и вернулся в армию. Это я в армию. Не похоже, да? Но все равно что-то есть. Ну то вы просто, когда я вас видела, и отец Анатолий тогда был, так вы были в пополнении. А сейчас я даже не знаю, живой. Это моя хозяйка прижалась. Вы в мене по три. Это наш епископ. Вот посмотрите, какой простой наш епископ. Вот он ходит у нас по домам, отсел и разувался, в комнату разувался, а сейчас обувается сидит. Это епископ. Спасибо.